Бизнес без коррупции. Под таким названием в региональной палате предпринимателей прошел форум. С докладами о проделанной работе выступили сотрудники областной прокуратуры, антикоррупционные службы, председатели судов, представители бизнеса, общества. Главная цель – обсудить условия, которые приводят к коррупционным действиям, принять меры к их устранению. Когда бизнес работает законно и без давления извне, от этого выигрывает и государство, и общество. Глава государства назвал коррупцию угрозой национальной безопасности. Борьба со всеми ее проявлениями ставится во главу угла и должна носить всеобъемлющий характер. Бизнес также заинтересован, чтобы подобных прецедентов не было, поэтому приветствуют все принимаемые меры. Однако, по словам прокурора области, с начала года по телефону доверия поступило 55 звонков. В письменном виде зарегистрировано 22 обращения, а на личном приеме побывали 5 предпринимателей. Сирик Шалабаев отметил, что активность предпринимателей в Кустанайской области на порядок выше – 250 звонков против наших 55. Эти цифры свидетельствуют о слабой обратной связи со стороны бизнес-сообщества в нашей области. А ведь именно они – основной источник информации о допускаемых нарушениях чиновниками. Без тесной связи с предпринимателями мы не добьемся значимых результатов. В ходе надзорной деятельности прокурорами за последние два года защищены права более 7 тысяч предпринимателей. Дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица. Отменено более 120 дел об административном правонарушении в отношении субъекта бизнеса. По словам прокурора области, слабая заинтересованность в решении проблем предпринимателей наблюдается и со стороны чиновников. С целью внутреннего анализа проблем бизнеса, непосредственно связанного с деятельностью того или иного госоргана, прокуратурой области были направлены письма в 18 инстанций с просьбой создать советы или комиссии, которые, проанализировав работу, дали бы ответы, какие есть проблемы. Однако в течение года ни от кого такая информация не поступила. Госорганы самоустранились от предпринимательской среды и заняты другими ведомственными интересами. Наряду с госорганами следует активизироваться и региональной палате предпринимателей АТОМИКЕН. Нужно чаще проводить встречи с бизнес-сообществом, с чиновниками, анализировать имеющиеся проблемы и писать о них всем уполномоченным органам. Активнее применять институт бизнес-обмутсмена. При этом в стране действует концепция, направленная на борьбу с коррупцией, разработанная на 2022-2026 годы. В числе ее задач – активизация работы палаты предпринимателей и тесное взаимодействие с органами прокуратуры, антикоррупционной службой, местными исполнительными органами. Работа проводится, от нее есть эффект, говорят представители региональной палаты. Исходя из анализа поступивших к нам обращений, сейчас наиболее чувствительные сферы и отрасли экономики – это земельные отношения, строительство, АПК, а также государственные закупки. На наш взгляд, одним из эффективных и оперативных методов разрешения барьеров служат рабочие встречи с уполномоченными государственными органами. Применяемый механизм показывает, что стараясь решить разногласия в досудебном порядке, нам прежде всего важно устранить проблему максимально быстро и с неименьшими затратами для бизнеса. В то же время в целях недопущения необоснованных вызовов, задержания и ужесточен контроль из-за действиями сотрудников антикора. Действует алгоритм согласования с вышестоящим органом всех следственных действий, затрагивающих интересы бизнеса. Создана специальная рабочая группа, основная задача которой – оперативное получение информации и коллегиальное рассмотрение вопросов по жалобам бизнеса. Как вам известно, непрозрачность процесса, бюрократизм госаппарата, предъявление излишних требований, несовершенство законодательства – все это является благодатной почвой для незаконного решения вопросов и различных коррупционных схем. В целом, несмотря на все сложности, положительный результат совместной работы есть, однако меньше ее пока не становится. Не сбавлять темпов, проводить ее согласованно и эффективно, исправляя имеющиеся недочеты – то, что нужно продолжить совместными усилиями.